Привет, Варшава. Проходи. Я думал, меня позволят серьёзные вопросы обсудить. Присядь. Ты, как всегда, прав, Варшава. Вопросы есть. Вон у него. Что ж такое случилось с нашим миром? Что честному вору перед сявкой неумытой ответ приходится держать. Варшава, человек, двигающий предъявы, незаконник, тот и прав. Но предъявляет он обоснованно вопрос его всего нашего общества касается. Ты можешь не отвечать, но если проявишь неуважение, то корону придётся снять. Ну, хорошо. Предъявляй. А я послушаю. А там решу. Варшава сотрудничает с ментами. Ты не борзей. Предъявляешь, так обосновывай. Варшава тебе не сявка. Он им через Ясаула ксивы скидывает. Честных воров подставляет себе ум. Ментов авторитет нарабатывает. Что будет, если щипача с палёными ксивами на кармане возьмут, а? Это правда. Извини, Варшава. С токаревым встречался лично. С токаревым встречался в парке на академическом. Я сам видел. Дважды. Варшава, так? Так, так. И напоследок. Пацанчик этот, Артурка, которого Варшава воспитал. Ворон не стал. В менты подался. Теперь братву вяжет. Мусоряга. Предъява серьёзная. Но я не сомневаюсь, Варшава, что у тебя есть объяснение по всем пунктам. Найдутся, найдутся. Всё сказал? На. Не нукай, борзота! Не с сявкой разговариваешь, а с вором. А через вас всему блатному сообществу хочу передать. Я никому не сделал зла. Никого не заложил. Никого не продал. Но я поступал и буду поступать так, как я считаю нужным. Насчёт мальчишки, Артура. Я из него мента сделал. Чтоб ему никогда не пришлось в жизни перед такой мразью, как ты, ответ держать. Иди сюда. Что? Вилочку-то положи.